Здравствуйте! Рад приветствовать! Мы сегодня в рамках наших бесед в новосибирском отделении, в дискуссионном нашем клубе, решили поговорить на такую тему, как... Ну, опять вернемся к нашей Украине. Если сможем, откроем несколько тем, но не сможем, значит, наша сейчас цель поговорить о выборах, в первую очередь. Мы здесь собираемся этой кампанией не первый раз, поэтому на всякий случай представимся. Сергей? Сергей Ивашенко, некоммерческий культурно-просветительский фонд, Союз украинцев Сибири, я председатель правления. И, батюшка, у нас... Ну, и Гулин Феодосий, краткий памятник. Спасибо. Ну, и я тоже ведущий, Евгений Петренев. Вот, Сергей у нас всегда здесь выступал в качестве такого апологета, или, как сказать, защитника, скажем, украинских смыслов. Он это не скрывает, и ради бога. И вот сегодня хотелось бы услышать мнение ваше по поводу того, что происходит на выборах в Украине. Значит, у нас просто формат такой будет, чтобы у нас не были дискуссии такие перерастающие, ну, в споры ненужные, мы выбираем такой принцип. Значит, каждый говорит по очереди, не более трех минут. Я буду это дело контролировать. Пожалуйста, Сергей. Ну, здравствуйте. Ну, прежде всего, сейчас, естественно, в Украине, в преддверии выборов, сейчас лидируют три человека. Зеленский Владимир, Порошенко сейчас на втором месте, и Тимошенко, Юлия Тимошенко. Ну, в основном, вот, я лично всегда был, поддерживал всегда Порошенко, еще с тех пор, еще, когда Порошенко даже не был президентом, а только был кандидатом, кстати, в вашей же передаче. Ну, я Порошенко поддерживал, и сейчас я поддерживаю его, потому что человек много сделал для Украины. Украина за эти годы, ведь он получил довольно-таки сложную Украину, что там говорить. Война, война и отношения, как говорится. Ну, в общем, очень много проблем экономических и прочих, политические огромные проблемы. Сейчас эта Украина совсем другая, она имеет армию, политический вес, благодаря тому же Томасу, теперь в Украине есть своя православная церковь, неподчиненная Москве, подчиненная конкретно Константинополю. Есть, еще раз повторяюсь, армия мощная, которая уже так просто шапками не закидает. Есть политический вес. Все? Как вы думаете, на сколько шансов у Порошенко велики? Огромные шансы. Я скажу, вот сначала был Порошенко, ведь чуть ли не был на четвертом месте, даже до пятого места доходил по рейтингам. Сейчас Порошенко второй, Тимошенко была первая, теперь она уже третья, уже теряет колоссально, она уже чуть ли не на четвертое место уже спускается. Впереди идет Зеленский, который, кстати, был на втором месте, теперь он на первое место переместился. То есть Порошенко с пятого места уже на второе место, и он будет набирать дальнейшем очки. За счет чего? За счет своей деятельности, то, что действительно политическая у него, его политическая платформа, я говорю, то, что Порошенко довольно-таки в очень сложное время получил Украину, в очень тяжелое время, а сейчас это совсем другая Украина, как я сказал. Она имеет теперь мощную армию. Ну, в смысле, да? Да, конечно. Все, спасибо. Батюшка, вы как уроженец Украины, Одесская область? Нет, я уроженец Советского Союза, конечно, тут ничего, мы никуда не денемся от этого. Мне нравится песня «Сделан я в Советском Союзе», «Сделан я в СССР», помните? Эта песня мне, она больше всего нравится. Дело в том, что все-таки то, что был в Союзе, особенности Царской империи, она была естественным образованием на теле мировой цивилизации. Почему? Потому что она была выстрадана тысячелетиями, худо-бедно, войны, драки. Все древние феодалы были одинаковыми. Мы примем такую вот аксиому, когда нас любят часто сравнивать там английских феодалов с французскими, с немецкими. Все феодалы были одинаковые. Все они были родственники, начиная там от Николая II и заканчивая Елизаветами I. Все они были в какой-то степени родства, все они были между собой связаны. И вот они имели такое вот божественное право на вот эти территории. Все же потом произошедшее в обозримом историческом промежутке, это уже как бы такие не всегда естественные формы образования на территории Евроазии. Почему? Потому что они всколыхнули какие-то глубинные инстинкты народа, людей. Знаете, кровь, как говорят, как любят у нас говорить, кровь. И произошли невероятные вещи. Произошли рухти. Монархия, эти 20 монархий, рухнуло в Европе. Все эти дома Габсбургов, Австро-Венгерские империи, Пруссия, Османская империя, Царская империя. Оно все разрушилось и приобрело новые формации на вот эти 100 лет, которые прошли. Такой был столетний эксперимент. Ну, 70, где-то 80 лет. И этот эксперимент, он показал человеческую жизнь и действительность в совершенно другом ракурсе. И вот то, что произошло, оно создало ряд жизнеспособных государств самостоятельных. И жизнь государств, которые самостоятельно не могут быть жизнеспособными. Которым надо выйти замуж. Понимаете? То есть, вот государство-сателлиты, которые сами не могут быть политически самостоятельными. Это, увы, действительность, которая окружает сейчас нас во всем мире. После распада Советского Союза, после распада вот этой двойной системы, где с одной была Америка, а с другой стороны был Варшавский блок. И вот то, что сейчас происходит на Украине, оно будет руководствоваться именно вот этими процессами. Какой цивилизацией оно примкнет, будет зависеть от дальнейшего существования. Ну, вы вложились, да? Ну, значит, Сергей, я попросил бы вас сейчас, я понимаю, что вы ответите. Значит, намек батюшки понят. Значит, ну, не намек, а откровенно. Я бы вот с точки зрения еще добавил, у меня так есть уже проблема. Значит, я вполне соглашусь с тем, что вот эта территория, которая сегодня называется Украиной, не только Украина, которая называет себя Украиной, и не только Украина, Литва там и так далее, Молдова, прибалтийские страны, Молдова, часть Белоруссии относилась к старой Литве, которая вошла в Речь Посполитую в свое время. В Кузии, Армении, Господи, ты. Ну, я согласен в том, что вот эта вот называющая сегодня Украина себя как исторический преемник вот тех государственных или окологосударственных образований, которые были в истории, она никогда не была самостоятельна. Она всегда искала себе хозяина. Вот это мое мнение. Теперь вы. Ну, она, во-первых, киевская усть, она себе хозяина еще не искала. А нынешняя Украина является правоприемницей Киевской Руси. Вот так. Сразу? Да. Потому что, действительно, откуда мы пошли? Откуда все пошло? Откуда пошла история? История пошла с Киева. А Киев еще тогда, еще когда Москвы за 500 лет, еще там, кого там с лишним даже, когда на месте Москвы был лес, был уже Киев. И Киеву мы отмечали полторы тысячи. Это когда еще было? В Советском Союзе мы были, я еще помню. Да, да, да. В Советском Союзе мы отмечали полторы тысячи лет Киеву. И как же мы можем говорить после этого, что Киев, вот он, он всегда, он должен, вот он какими-то сателлитами и прочее. Нет. Киев, он всегда был независимым. Еще вспомним, раз уж вы вспомнили, как говорится, Советский Союз, кто у нас правил в Советском Союзе? Украинское, Компартия Украины фактически у нас правило. Да, Брежский, что один грузин случайно туда записался. Ну да, один грузин. Остальные после грузина у нас, все Компартия Украины полностью правило. Все были из Днепропетровщины и прочее, и прочее, и прочее, правильно? И пока правило Компартия Украины, Советский Союз был мощное, довольно-таки государство, правильно? Как только Компартия Украины не стала править, вы знаете, Советский Союз просто развалился. Так что я скажу, что с тех пор, еще даже в советские времена, Украина, она всегда имела главенствующую роль в Советском Союзе. И это, уже говорю не я, это говорит история. И всегда. И каким образом сейчас она какой-то стала так закоулком каким-то и прочее. Потому что, видите ли, кто-то там, вот этот двуглавый орел, который, кстати, ему даже не принадлежит. Который взяли из Винзантии и флаг, и все. Украина, по крайней мере, имеет все свое. И свой герб, и свой флаг. Все, спасибо. Во-первых, никакого совершенно значения не имеет то, что было. Это парить мозги только, знаете, вот с телевизора. Нас как вдарят с телевизора, так хоть стои, хоть падай. Смотреть просто невозможно. Просто невозможно. То есть, политическое вранье стало смыслом жизни. Какая разница, какие медведи жили вдоль Днепра. Какая разница, что было там тысячи, полторы, тысячи лет назад. Да, это красиво послушать. Там, да, были какие-то там подвижники. Вот ваша прабабушка умерла. Я думаю, вы ее не помните. А может, она была очень мудрым, великим человеком в своей жизни. Что мы будем вспоминать то, что было тысячи лет назад. Давайте мы будем исходить из той ситуации, которая вот есть сейчас. Что могу сказать насчет, пару слов насчет древности. Могу сказать, это неверно, подход, что была Украина. Украины не было. Это была славянская общая держава. В нее входила и Польша, и Прибалтика вся, и Литва. Она, тем более, до сих пор еще на славянских языках все это разговаривает. Это митрополит был всего. Митрополит был Польши, Галиции, Прибалтики, северо-тихсуздальских земель всей Руси. То есть, как понять? Ну, хорошо, поднялось, что миха поляков отделили. Поляки были православные. Потом перекрестили, стали католиками. Отделили Польшу. Ну что, ну вот оно. Это разве не то, что я говорю? Каждый сателлит ищет себе господаря. Ну, а здесь отделили, посчитали нужным сформировать еще одну нацию. Вы, кстати, очень правильно сказали. Это был все один народ. Какие украинская партия правила в Москве? Это был один народ. Это была одна страна с одной историей. Это был один славянский народ. Что в Москве, что в Киеве? Разницы нет. Никакой. Вы сами это только что сказали. И более того скажу. Когда посчитали нужным сделать еще одно государство. Допустим, отдельно белорусов. Отдельно. Это, кстати, ошибка большая Советского Союза, я считаю. Потому что, например, нас гоняли, заставляли учить украинский язык. И это кто? Коммунисты. То есть украинизация происходила на фоне Сталина, Ленина и прочего всего остального. Вот эти все... Для чего это все делалось? Я считаю, что это делается для ослабления могущества славян. Потому что славяне всегда представляют опасность для немцев, для Европы. Потому что представьте себе государство, в которое входит Польша, Белоруссия, Украина, Россия. Все это мирно и благодушно. Это Китай. Новый. Кому нужен Китай? Не нужен еще один Китай. Надо разделить его на кучу маленьких государств. Переругать всех. Чтобы начались везде войны, начали спорить, в кухтов, чей горшок писал. И в конце концов убивали друг друга. А это время делать бизнес американский. Зарабатывать деньги, давать кредиты, продавать оружие. Зарабатывать деньги, давать кредиты, продавать оружие. Ну, сама начинает звенеть. Хорошо. Я думаю, что такое. Хорошо. Я поглядываю тоже. Так, наверное, еще. Спасибо. 3 минуты сказать. Так, я... Сейчас пару слов я даже себе жунику. Значит, мое мнение такое. Ну, как-то странно, конечно, вот так вот. Я согласен с батюшкой, что выращать вот тысячелетние эти самые истории... Это как-то странно. Мы сейчас разговариваем о сегодняшних выборах на Украине. Да, я об этом... Вот. Но, тем не менее, мне все-таки странный подход. Я так поглядываю, что там говорит украинская идеология. Значит, все-таки официальная украинская идеология, она как бы ведет все-таки не главенство на нашей Руси, а отделение, что она... Украина всегда существовала отдельно от Руси. Вот... Вы только что опровергли этот тезис, сказали, что... Вы сейчас говорите... Украина – это и есть Русь. Сергей, вы сейчас говорите, вы обычно-то защищаете официальную идеологию Украины. Ну, да. А тут я удивился немного. Ну, ладно, это другой вопрос. Да, Украина – это Русь. Я согласен. Украина – это Русь. Да. Это и есть, это колыбель Руси. Кто про это спорит? Вы говорите, кто это советский... Я могу поспорить, но только не касается нашей темы. Кто сказал «к любовь к отеческим гробам, к любовь к родному петельщику». Сергей, у нас есть три минуты. Это мои еще три минуты не прошло. Значит, по поводу... Уж еще пару слов скажу. Мы говорили с вами уже на эту тему. То, что Анатолий Рыбаков, академик, в свое время вот это придумал, что там полторы тысячи лет Киеву, ну, это уже опровергнуто, я не знаю, ни одним десятком историков. Тем более раскопки проводились. Раскопки украинскими историками проводились. И где доказано, что даже причалы, то имеет, ну, там украинский знаменитый причал, который имеет время, ну, допустим, Олега, самое большое. Ну, как бы зацикливать на это вот официальную версию того, что вот мы украинцы, вот такая колыбель, ну, не надо. Спорят сейчас ученые над этим. И давайте за ними последим, о чем они спорят. Ну, хотя ваше мнение может быть другое. Все-таки, может, вернемся к выборам. Мне интересно было все-таки, может, вы что-то интересное скажете про Зеленского, про Тимошенко. Ну, насколько они, кто за ними идет, насколько они серьезные, вот эти личности. А так, ну, Порошенко вы поддерживаете? Да, вы всегда Порошенко поддерживали, я помню. Ну, что-то интересное, может быть, нам скажете, что там происходит? Ну, просто Тимошенко, я скажу, это чистый ставленник Кремля, и это уже все знают. Вот это уже Зеленский. Ну, что Зеленский? Шут, и не более того. Так, просто люди, конечно... Злобный такой шут. Да, злобный довольно-таки шут, и довольно-таки пренеприятная личность, если честно сказать. Я вообще удивлен, что он первую строку занимает, вот если честно скажу. Может быть, конечно, люди очень сильно устали от войны, там, и прочее. Может, они думают, что там Зеленский что-то там придумает, что-то там экстра, но это... Ну, это просто, ну, я не знаю. Цирки всегда первые будут клоуны. Да, да, вот я про то и говорю. То есть, и он первый идет, я честно скажу, для меня это просто шок. В то же время, ну, просто, я говорю, просто среди вот этих личностей, даже вот этой тройки, которая сейчас главенствует, то есть, во всех опросах и прочее, Порошенко выделяется явно большим политическим, ну, то есть, весом. Правильно слышали? Да, то есть, и все. Я даже не знаю, о чем тут спорить. А Тимошенко, она, тем более, этот, как тоже, она любитель, вот это вот, как бы, хотя бы, как она в Лабутенах, помню тогда, в этой, в инвалидной коляске вспомнить, люди вспоминали все время, и прочие, прочие ее эти трюки, как она любит это поплакать, там, и прочее, так как она, как будто она страдала, хотя ей там были и отдельную камеру, ей выделяли, и там, чуть ли у нее не массажист был в камере, понимаешь ли. То есть, сидела она, я бы сказал, в этих самых, в ультра, таких, этих, хороших условиях. И сейчас она, я говорю, в свое время, она даже занимала первое место в рейтинге. Ну, сейчас она падает, и довольно-таки люди, потому что, понимают, что это такое, но я удивлен, что Зелецкий имеет первое место. Ну, а какие перспективы стране предлагают вот эти лидеры? Ну, а что... Порошенко, Порошенко что предлагает, какие перспективы? Порошенко предлагает, единственное, что он предлагает, и что нужно Украине, это НАТО и Европа. И все. Все. НАТО и Европа. То есть, НАТО, это прежде всего безопасность, в том числе, так, от воинственного соседа, который постоянно говорит, что это мое, знаете, как Пупандополо, помните, я показывал эту свадьбу в Малиновке, батюшка, не помню, были ли вы. А были, были на показах. Этот самый, да. Водокультуры. Нет, 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 этот. Я показывал, как раз у нас здесь был фестиваль украинское кино, который, кстати, закрыли, который, кстати, закрыли. Наши же местные тут, ну, понятно. Но, я же, ну, это как Пупандополо, это все время мое, это все время твое, это все время мое, так и здесь получается. Это тоже мое. И вот у нас сосед, да, и у нас вот сосед такой, и единственное, что его может утихомирить, этого соседа, это единственное, что НАТО и Европа. Разместить ракеты. Да, сейчас, вот Кук позавчера опричалил в Одессу, он из Румы пришел, десятки там агавков опять принес, ядерное оружие, то есть, один корабль, который может всю европейскую часть Российской Федерации просто превратить в пыль. Это я говорю именно теми словами, которые любит Путин, потому что он любит очень всем угрожать. Так вот сейчас у берегов Одессы стоит такой корабль, вооруженный до зубов. Так, а как время-то что-то вы не решили? Ну, я и так решил, пусть выскажите. То есть, да, вот Дональд Кук, и все, то есть, ну, я не знаю, сколько он будет стоять, но это довольно-таки... Нет, ну... Договора международные действуют, и скоро его попросят обратно. Ну, попросят, не попросят, тем не менее, кроме этого, еще плюс заключили же договор сейчас с Саудовской Аравией, сейчас этих беспилотников огромное количество будет у нас. Есть сейчас когда-нибудь? Да, конечно, есть очень много чувства. Дело в том, что надо смотреть, читать Ленина. Ленина надо читать, Маркса и Ленина надо читать. Дело в том, что проблема заключается в том, что как раз надо задуматься, а в чьих интересах это все делается. Неужели это в интересах украинского народа? Ну, я в это не верю, что это в интересах украинского народа. У меня прямо внутреннее какое-то предубеждение есть, что жлобы бесплатно не работают. Вот хоть бы мы с вами хороводы водили, хоть, не знаю, песни писали, ничего, бесплатно никто эти миллиарды долларов ради красивых слов, ради пресвятой демократии, и ради всех святых прав человека не будет работать эта схема. Все это делается, надо понимать, чтобы для того, чтобы украинский народ стал мясом. Понимаете, это хорошо, красиво говорить, кто там кого убьет. Да, Путин действительно любит такие заявы делать. Шашкой помахать там, понимаешь, перед собой. Да, это и есть такое. Но мы должны прекрасно понимать, что это не от хорошей жизни. Ну да. Понимаете, если мы все спокойно сидели, и вокруг нас было везде, кругом все, тысячи километров, свободных просторов, а тут, несмотря на все заверения о демократии и правах человека, нас начинают окружать военными базами, кругом давить, куками, всякими хуками, то надо прекрасно понимать, что дерутся и враждует соседей. А плоды будут этой войны пожинать те, которые живут за океаном. Поэтому смешно очень хвалиться тем, что Украина там еще станет одной военной базой Соединенных Штатов Америки, или, например, Япония, которая является сателлитом США, или, например, оккупированная Германия, на которой до сих пор там 20 баз или сколько американских находится. Что-то я не слышал, чтобы немцы хвастались тем, что они счастливы, тем, что они получат первую порцию атомных бомб. Я ничего не видел, я по этому поводу маскарадов и карнавальных шествий никто чего-то этого не хочет. А ведь на самом деле реально конфликт не между Европой и Россией, не между Украиной, между славянами, а конфликт один, конфликт США и России. Это мировая гегемония и передел мировых интересов. И зачем сюда затягивают Украину, Прибалтику, которая станет мясом на этом вкусном столе мировой буржуазии и каким соусом ее подадут, общипают перед этим или будут жрать прямо как удав целиком, заглатывая эту порцию мяса. Мне кажется, этим хвастаться совершенно не стоит. Дело все в том, что Россия либо должна согласиться на свою тихую медленную смерть, либо должна сделать такой предсмертный дрых, чтобы дать всем так по зубам, чтобы они потом очень долго плохо себя чувствовали. У нас только такой вариант. Мы же Советский Союз им подарили, развалилось все, неизвестно на какой основе, просто так, в подарок. А теперь мы либо должны признать, что мы плохие, скверные, тупые, неразвитые, вечно самое-самое мировое зло, только принять на себя роль мирового сатаны, либо мы должны признать, что все цивилизации не... Да, 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 да. Либо мы должны признать, что все имеют право на существование, китайцы, русские, американцы, украинцы, все имеют право жить. Мы должны это признать и договориться о том, чтобы интересы каждой вот этой цивилизации сохранились в каких-то определенных своих границах, а не так, что нас будут дальше и дальше нагибать, а мы будем кричать «Аллилуйя!» Понимаете? Ведь мы в реальности из республик Советского Союза и самой России выкачали все, что только можно. Если мы сейчас не будем этого улыбляться, но мы даже просто возьмем статистику, кто управляет самыми крупными заводами и предприятиями, мы увидим с вами, что у нас нет ни одного русского человека. Ни на Украине, ни в России это управляют совершенно иностранные корпорации, американские и прочее, все остальное. И то, что происходит, они защищают свои финансовые интересы. И либо мы защитим свою цивилизацию, либо, могу сказать, другое, 10 ракет Сармата и нет Соединенных Штатов. 10 ракет всего. То есть, это, вот мир сейчас стоит в такой, подошел к такой грамме, когда взаимное уничтожение приводит к самоуничтожению. И, естественно, тогда уже ничьи интересы соблюдаться не будут. Я вам отдал свое время. Сергей, мне бы интересно могло бы еще послушать вашу риторику. Ну, дело в том, что, понимаете, все говорят, уж будем, как говорится, вот я и многие украинцы до нападения Российской Федерации на Украину, то есть, до оккупации Крыма, вот эти вот огромные жертвы Донбасса, который, огромный регион сейчас превращен просто в руины. Там все ограбили, все вывезли. Я разговаривал с этими снаемниками, которые из Российской Федерации туда едут, которые оплачиваются здесь. Я еще когда говорил, в 2014 году в НГС Новосибирь списали, как я говорил, газпромовскими деньгами оплачиваются эти наемники, которые едут, которые грабят, вот эти все вывозят оттуда. А до этого у нас за НАТО, даже я выступал против НАТО, все выступали против НАТО до нападения Российской Федерации. Самое большое, 21% украинцев было за НАТО. сейчас по последним данным там уже за 70% украинцев уже за вступление НАТО. Что добились? Потратили огромные деньги. Сейчас Россия еле-еле вот от этих санкций, все они шутят, у них санкции на них не действуют. Понятно, они все сложили на народ. Мы страдаем. в этом отношении у нас одно горе. Правильно? И все это, извините, все это начал Путин, все это начало с одобрения народа Российской Федерации. А теперь мы имеем что? Мы имеем правильно украинцев. А как украинцев заставить любить, если как этих сирот, которые там остались, заставить любить, извините, Российскую Федерацию, их заставить любить? Или у тех, у кого родные погибли на Донбассе? Вот лично я не буду этим, как говорится, заниматься. И я понимаю, где является враг. Там сателлит, это все, конечно, это все игра слов, но фактически Российская Федерация без объявления войны развязала войну в Украине. огромные деньги, говорю, потрачены. И что? Взяли этот Крым. Зачем? Вот повис он все за этот Крым. Я говорю, такие санкции получили, потратили огромные деньги на этот мост. Все, я говорю, и в итоге все это прахом пойдет. Почему? Да потому, что пошли против своей истории, против своей колыбели, плюнули в колыбель свою. отчего, извините, Российская Федерация пошла. А теперь, ну, я говорю, дорого достается, когда историю ребята не учат. Вот все. Извините за прямоту. Да нет, пожалуйста. Для того и собрались. Ну, я скажу, использую свои три минуты. Значит, слушая Сергея, я не устаю убеждаться в том, что, в принципе, вот эта вот территория, которая называет сегодня себя Украиной, она, конечно, очень сильно воинственно настроена. Теперь да. Значит, выбора нет. Да, не перебивайте, пожалуйста. Извините. Да. Вы считаете, что это Россия напала беспощадно на Украину, желая приобрести какие-то территориальные приобретения. Значит, у нас народ считает, что на Украине произошли страшные националистические сдвиги в сторону фашизации, в сторону возвеличивания нацистских героев, и они эти сдвиги так и продолжают идти. Вы это даже не пытаетесь заметить. Вы об этом всегда уходите от этого в сторону и считаете, что это не являлось причиной того, что Российская Федерация вынуждена была посмотреть на Украину как-то более-менее пристально. И Крым не забрали, а народ Крыма выразил свое желание быть в составе России не просто так, а потому, что просто не хотели вот этого нацистского беспредела, бандеровского беспредела, который вы считаете, что это как бы просто такие фольклорные выступления каких-то там ребят проходят, и это ничего не значит. Вся Украина не привлечена к этому процессу. с нашей точки зрения российских жителей, раз уж так получилось, что вы смотрите совершенно враждебно по отношению к России, вы не пытаетесь слиться в одну точку зрения. С нашей точки зрения тогда, что вот этот нацистский беспредел, его, конечно, надо держать на каком-то достаточно отдаленном уровне пока от нас. Если бы у нас, конечно, было все в России гладко и нормально, был бы вообще другой разговор. Я считаю, что большинство народа порядочного Украины давно бы уже скинули, сковырнули эту нацистскую власть. Но у нас тоже происходит вот этот олигархический беспредел, который народ уже вымутил, разозлил до омерзения. Поэтому говорить сегодня вот, что вот, надо заступаться за политику Путина. Да я не буду, я никогда за нее не заступался. Я никогда за нее не заступался. Она мне противна, она мне вообще мирская, отвратительна, враждебна. Вот мне лично экономическая политика и в конечном счете политическая. Пока все. В общем, политика. Политика, да. Ну, давайте, теперь мои полчаса. Так вот, значит, суть проблемы заключается в том, что политика это отражение финансовых возможностей, финансовых ресурсов. Любая политика может отражать только то, что у вас есть. Если у вас нет чего кушать и нечего стрелять, у вас будет соответствующая политика. А чем больше ресурсов вы будете иметь, тем больше ваша политика будет имперской. Это демонстрирует Соединенные Штаты Америки. Мы вот говорили, я просто для примера приведу вам Вьетнам, Ирак, Сирию, Ливию и там кучу еще других стран. Это вот все там, где сейчас Венесуэла. Это все там, где Америка пытается всех как бы осчастливить. Вот хоть одна из этих стран стала счастливой. Следовательно, даже не о чем говорить, это просто коммерческий интерес. А вот все крики о том, что мы вырежем вам аппендицит, перерезая горло, кричат, что будет спасение народа, насильно знаете, вот такое сделает всех счастливыми. Это все вранье. Это красивые слова, для чего придумано телевидение. Раньше сосед мог врать только соседу через забор, а теперь можно одновременно врать миллионам людей. Они будут тебя слушать, и можно им такое на уши вешать, что будет просто тушить свет. Поэтому это естественный процесс. Поверьте, если бы мы находились сейчас в той силе, которая находится Соединенные Штаты, мы поступали бы точно так же. Вот была Римская империя, она так поступала, она давила всех вокруг, была Османская империя, не было никогда таких империй, которые бы заботились о счастье народов соседних. Всегда это необходимость жизни. Вот волки есть, они будут ловить оленей, понимаете, у них не может быть демократии. И так и здесь. Если они будут жить по-другому, то Америка потеряет свою мировую гегемонию. Придет следующая Китайская империя, она будет так. Куда тысячу лет простояла Римская империя, полторы тысячи лет всему приходит конец. Где они все эти империи делись? Где Российская империя? Где Габсбурги? Где Австралинирская империя? Куда она сидела? Где Великая Испанская империя? Где Французская империя? Где англичане, которые полмира сейчас на маленьком островке сидят? Но они пытаются экономическими какими-то рычагами действовать. Есть Битанский союз, мощные государства. не думаете, что они там не сравнить это с тем, когда Индия была жемчужиной. Это нельзя сравнить. Это было, но оно сохранило какие-то свои влияния. Они имеют финансовые возможности. Но все равно той империи, которая Австралия входила, Индия входила, ну полмира туда входила, не может. Даже то, что она породила Соединенные Штаты Америки, но теперь Соединенные Штаты Америки сама, самостоятельная сила. Она не нуждается в Великобритании, она самостоятельно может решать свои вопросы. И это к тому, что никого это обсчастливить не может. Все, что это происходит сейчас с Украиной, это защита украинским народам американских интересов, а это преступно против России и очень ужасно. И против своего собственного украинского народа, к сожалению, большому. Это защита интересов, как бы как вам сказать правильно, идет постоянный мировой мордобой, вечный, из 5,5 тысяч лет цивилизации, 5,5 тысяч лет войны бесконечные. И все зависит от того, какая стая к какой стае примыкает. Вот сейчас у нас есть факт неоспоримый, что эта стая североплотическим блоком подкармливается. Естественно, чем больше она туда втягивает государств из бывшего Советского Союза, из бывшего Варшавского блока, то, естественно, она защищает интересы не своей государственности, а интересы именно защищает европейские интересы, американские интересы, более даже еще скажу. Возможно, со временем когда-то это действительно выбор окажется более положительным для народа Украины, но это мечты, потому что мы имеем нашу трехсотлетнюю историю и знаем, что даже в Советском Союзе Украина была десятой экономикой мира по ООН, десятой по ВВП. Украина республики были членами организации Бенных Наций. Нет, не все. Белоруссия, Украина и Советский Союз. Три места у Советского Союза не может быть оточены. Абсолютно нет. По-моему, еще кто-то входил. Нет, по-моему, еще кто-то уходил в организации Бенных Наций, кто-то еще входил. Нет, три места. Не будем оспаривать. Просто не спорю. Давайте мои три минуты, у нас все равно превращается в маленький базар. за Холтавский. так если меня перебивать, то можно вообще туда об очках станцировать. Так вот, последняя буквально фраза. Дело в том, что все это происходит не ради истории, все это происходит не ради народа, а ради жирных толстых кошельков, которым плевать на смерти десятки тысяч миллионов людей, которые делят свои геополитические интересы и все это сделано ради гегемонии Соединенных Штатов, ради которых Украина положила голову на плаху и готова умереть и стечь кровью под красивой идеей о том, чья же была Ярославна, хотя она была новгородской княгиней и Киеву не имела вообще никакого отношения и вообще она не была никогда замужем за князем киевским, поэтому она не может называться киевской княгиней. Она родилась в Новгороде, где была 10 лет княгиней Новгородской, потом ее папаня переехала в Ростов, про Ярославну, мудрую, да, конечно, мудрую дочку. Она родилась в Новгороде, поэтому она княгиня новгородская, потом она переехала в Ростов, где 10 лет была княгиней ростовской, а потом, когда ее отец переехал в Киев, она вышла замуж за французского короля, поэтому она такая княгиня киевская, как я, Майя Плесецкая. Вот с таким же успехом. Я еще раз к тому, что это один народ, одна земля и одна страна, а которая делится специально только для того, чтобы ее кровью напились американские народы, североамериканские цивилизации. Сергей, конкретный вопрос можно? Сейчас я это самое вам поставлю, потом время. Значит, конкретный вопрос. Порошенко, вы, раз вот его такой защитник, как вы думаете, что он будет делать с конфликтом на Донбассе? И в Луганске. Решать его политическим путем. Вот войск он без Российской Федерации, без участия Российской Федерации и все. Но почему он до сих пор этого не сделал? А потому что Российская Федерация всячески саботирует, потому что до сих пор идет обстрел украинских позиций, российскими войсками, там и присутствуют российские войска. Что там говорить? Много фотографий, много этих видео я уже смотрел, как с Таганрога идут эшелоны, идут они. Естественно, плюс я говорил, с этими же наемниками встречался, они же рассказывают, как только им жутко становится, они сразу бегут и прячутся за российские войска, естественно. там уже тяжеловато было. Сейчас, конечно, джавелины подошли и прочее. То есть, был по Минским соглашениям контроль украинской границы, должен был перейти Украине. Правильно? Где он? Его до сих пор нету. Они говорят, да, мы готовы. Мы переоденем вот этих своих наемников, сепаратистов в украинскую форму и, пожалуйста, вот, говорит, там было. Там много условий, которые дали, наверное, если я не соблюдала. И Российская Федерация их не соблюдает. Ну, то есть, сами понимаете. Украина? А что остается в Украине? Вы извините меня, значит, он будет играть крапленными картами и мы будем это молчать, что ли? Да нет, ребята. Не получится просто так. Мы же, извините, по украинскому телевидению никто не говорит. Вот Российская Федерация, а что, есть такая, разве, держава, что ли? Да нету. Российского, русского народа нету, что ли? Да нету его и прочее. Нет, не говорят. Зато по российскому телевидению украинцев не существует. Украинской державы не существует. Они вообще не дееспособны. Ими надо управлять. Это что? Это фашизм. Вот и все. Да кто фашисты? Я, может быть, это бы и мог бы, как говорится, вот это все принять. Но у меня какие-то, вот знаете, вот были, хотел все время примирения и прочее. Но 8 января 2015 года я побывал в нашем, вот, я рассказывал, по-моему, Женя, да? Рассказывал. я побывал в встрече с славянской академией, давал вот эту встречу с героями Донбасса. Вот они окружили меня и сказали, вот вы либо украинцы станете русскими, либо мы у вас просто всех вырежем. Это они мне сказали в лицо, конкретно. Плюс, что бы сказали украинцы. Да. Если бы они выжили в русских. Нет, 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 нет. Это не есть. Главное, вот эти вот, да. Ну вот, он встал и рассказывал, рассказывали там про героев этих, господи, Власовцев. Ну, это что ли? Вот это Россия вам нужна? Да я думаю, вряд ли. Вот я знаю, Женю, допустим, я знаю, что ты вряд ли бы Власовцев стал бы поддерживать. Тем более, вот этого психа. И все. А вот 8 января, я говорю, у меня сразу другое совсем мнение за вас, то, что я увидел правду. Правду, Господи, если вы мне покажете, Алексей Николаевич, Сергей Алексеевич, покажете мне правду, то я вам буду благодарен по гроб жизни. Каждому свою правду подскажу. Да, вот именно. Так что, правды ее нету, это, может, в Царстве Небесном она будет. А правды нет. Вот я вам что скажу, пару слов. Мы с вами срываемся, наша беда в нашей беседе, мы с вами срываемся все время в мораль. Нет ее. Вы понимаете, нет ее, этой морали. Нет. Мы должны, да, мы должны либо с вами быть объективными, ну, либо просто написать сказочку про красную шапочку, которую съел серый волк, а потом выплюнул, когда брюхо ему вспороли охотники. Понимаете, это все красивые слова. На самом деле, правда, она заключается вот в той кровавости, которой и наша ужасная жизнь происходит. И всегда придут и сделают так, что просто волосы дыбом на голове поднимаются. Понимаете, нет ее никогда. Вот если вы покажете, я не знаю просто, что вам нужно, как перелопатить историю, чтобы где-то найти это самое. Ну, вот смотрите, давайте мы возьмем Вторую мировую войну. Все вот эти вот прыщи на заднице в виде Румынии, Болгарии, все, они все Гитлеру сразу призянули. Почему? Ради любви? А почему итальянская дивизия 20 тысяч человек оказалась под Сталинградом? А какого хрена французы 10 тысяч человек там погибли? Испанцы. Испанцы, да. Что они там забыли? Воронеж. Да, да. Что они забыли? Они хотели благоденствия советскому народу в Венгрии, вся Европа, вся Европа. Причем, главное, смотрите, им не помешала их тысячелетняя история, их удивительные столицы Вена, Париж. Они им не помешали присягнуть Гитлеру тут же. И сейчас попробую, кого-то вроде все будут кричать о том, что они делали это ради спасения своих народов. То есть, вот когда их жопа пригорела, извиняюсь, то они сразу согласились и пошли Гитлеру служить. Такова и сейчас ситуация. И то, что происходит на Украине, это из-за того, что Россия стала свои какие-то интересы защищать и американцам вот так выгодно нас перессорить. Вот это единственная правда. Больше другой правды нет. Потом смотрите, да, давайте я, вот я буду тоже совершенно честным, абсолютно верно. Да, Россия воспользовалась бардаком на Украине, Януковчевским, вот этим вот периодом, когда был свернут Янукович, когда обманули немцы, французы и англичане, подписав вот этот договор, обеспечивавший, обещавший Януковичу неприкосновенности, там они подписали договор, что они гарантируют ему сохранение президентства и тут же они выкиданы кто-либо следует в Сибирь. И какой после этого говорить можно о международном праве каком-то? Они вот тут же кинули, ну какого они лезли, зачем они лезли в это и пообещали, сели за стол и министры иностранных дел подписали договор, что они ему обеспечат сохранение власти до выборов. Ну это обыкновенная политика, любые способы реализовать любые попытки. Да, и взяли и тут же на следующий день все делали вид, что они мимо проходили. Но о чем после этого можно с этими людьми говорить? Какий мог быть разговор? Дальше, вторая ситуация. Я скажу несколько суровых слов, но это правда. Мы народ Донбасса предали, потому что надо было точно так поступить, как с Крымом, раз мы уж в это лезли. А мы сделали войну, и те люди, миллионы людей, 8 миллионов людей страдают. Они понадеялись на поддержку такую же, как Крым. Они увидели Крым. И мы сделали. Надо было либо это вообще не делать, либо надо было уже идти до конца. Тем более, что там действительно везде, будем честными, там везде всегда большинство жилорусского населения. Крым, Одесса, Херсон, Николаев, Донецк, Днепропетровск, Мариуполь, Харьков. Это территории, которые Потемкин все осваивал. И кончилось это все дело тем, что все эти территории, они естественно имеют такую двоякую историческую действительность, сами не знают, куда им, туда им или сюда им. Самой исторической государственности не состоялось, а политическая оказалась продажной. Чисто продажной. Причем в действительности в реальности сейчас. Я думаю, что Порошенко это действительно лучший вариант. Потому что ни Тимошенко, ни тем более клоуны, ни эту систему вообще ни к чему. Может быть, я бы еще больше всего конечно склоняюсь к Макарчуку. есть еще там один такой товарищ, но он такой союзный товарищ, который все время говорит о необходимости восстановления вот таких отношений, которые были между государствами в Варшавском блоке. То есть, ну, учитывая интересы все с этой с восточной, не только с западной стороны, но и с то, что с востока идет. Потому что он говорит, если вы думаете, что нам кому-то очень хорошо сказал, он и Лукашенко. Вот Макарчук это и Лукашенко хорошо сказал. Лукашенко сказал, говорит, можно много говорить плохого о России, но если России завтра не станет, то мы будем решать наши вопросы с Китаем завтра. И не только с Китаем. Нет, именно с Китаем. Завтра нам придется решать, на границе нашей будут стоять китайские войска, и вряд ли они будут так поступать с нами, как будет еще веселее. Поэтому говорит, говорить можно много, но кончится может для нас это все еще более плачевно. Поэтому сложно здесь что-то говорить, а вот правды на самом деле такой, если ее добиваться, ее не существует. Да, мы действительно воспользовались моментом и постарались какие-то свои интересы защитить, которые на протяжении 20 лет продавались. Больше того, мы почувствовали опасность, самую простую реальную опасность, что американские волки завтра в Крыму будут грызть нам горло. поэтому мы имеем полное право сделать то, что мы сделали, я считаю. Нравится это международному праву, кому не нравится международный, нравится хоть кто-то жить по международному праву, пусть в Сирию поедет. И поживет там по международному праву. А то, что произошло, это просто вынужденно Россия была сделать. И если бы можно много ругать там или чего, просто Путин по-другому поступить не мог. Но если бы завтра еще была американская база в Крыму, это было бы вообще апофеоз. А ведь к этому все идет, к этому все и шло. Поэтому правде не будем говорить, а будем говорить о реальности. Сергей, можете использовать время, пожалуйста. Ну, реальность такова действительно, что вы сами признали, что действительно Россия развязала эту войну. Много, конечно, можно говорить, вот она вынуждена была, не вынуждена была. Но, я еще раз повторяю, было 21% за это НАТО. И в Украине НАТО не было как бы в фаворе не то, что сейчас, после войны уже с Российской Федерацией. сейчас уже конкретно Россия получила 40 миллионов врагов вместо 40 миллионов союзников, которые были до Тугу. До тех пор, пока Россия не стала себя вести, как я говорю, еще раз повторяюсь, как у Пандопола. Правильно? И все. А там защита, не защита. это я просто, я посмотрел, говорю, 8 января у меня никаких 15-го года, у меня никакие, все вопросы у меня уже все отпали. Я уже понял, уже к чему все идет. Ну, правда это, конечно, да, вы говорите правду, но сколько, сколько уже у нас этих украинских детей сиротами сделали. заради чего? Заради вот этого двуглавого этой самой птицы, что ли? Тем более мы в Сибири. Чего мы лезем вот в эту вот самую? Мы, сибиряки, мы здесь всегда жили мирно. Я помню, в бараке жили, господи, там был японец даже, я говорю, майор квантунской армии жил. Я родился, я родился в бараке здесь, в Сибири. Мы жили украинцы все, мы все жили вместе. Все. А сейчас кто-то, понимаешь, да, вот я, вот я самый великий, я русский народ, понимаешь, а кто вы такие-то? Мы вообще никто. И это говорят по телевизору. Это самый натуральный фашизм. Сейчас фашизм не в Украине, а именно в Российской Федерации. Вот эти вот ленточки, вот эти вот власовцы, вот эти вот флаги, эти власовские. Естественно, Украина защищалась. Украинский народ никогда теперь не ляжет под Российскую Федерацию. Будет сражаться до конца, до последнего. и все. Как закончить сражаться? Жалко, жалко, что вот мы в Сибири, что мы в Сибири, я все-таки люблю свою Сибирь, я все-таки здесь родился, я украинец. И меня волнует, конечно, судьба Сибири, а судьба Сибири очень плачевна, потому что за счет всего этого Путин расторговывает всю нашу Сибирь. Уже он говорит, что творится в этом самом нашем Байкале уже. Давайте не будем в сказке писать. Ну, смотрите в сказке, но я видео смотрел. Документы, давайте я понимаю, что все плохо. Я видео смотрел и прочее огромное. Давайте теперь я не буду Я просто видео смотрел. Значит, сразу, во-первых, это будет, я понимаю, что все очень плохо. Да, власть, захватили олигархи, мы опускаемся вниз. От того богатства, которое дал Советский Союз, мы все прожрали. Это все понятно. Вот, например, даже школу мы возьмем. Вы представляете, мы сейчас опускаемся к общем мировому уровню. То есть, у нас всякие ЕГЭ, у нас было в 10 раз лучше, чем Кругом. А на сейчас почему, зачем тратить столько денег, дебилов можно достаточно воспитывать на ЕГЭ. Это я согласен. Давайте мы сейчас вернемся, выкинем эту тему с украинскими выборами, а вернемся к теме развала Советского Союза. Давайте я вам приведу балту мою. Вот где я жил. 10 заводов, 20 фабрик, 5 школ, неведанное кельсерское ходило, когда везли пшеницу и кукурузу, вороны вдоль дорог жрали так, что они летать не могли. Они только ходили вот так переваливаясь с бок на бок. Сейчас ничего нет. Это чем как свобода Украине досталась. Вороны с голода умирают теперь. Одевать некуда было. Я ездил на велосипеде на железнодорожную станцию, набирал мешок кукурузы и кормил кур дома бесплатно. Я же говорю, они ходить голуби и вороны ходить не могли. Вот так лежали и тяжело дышали вдоль дорог от обжорства. А сейчас ничего нет. Ничего. Ни одна фабрика не работает, ни один завод. Это что? Счастье. Причем это до войны началось, а не сейчас. Это было в 14-м году. Ничего не осталось. Один базар. Один базар. В деревню едешь, руины. Еще хуже, чем здесь. Здесь руины. Еще страшнее. Еще страшнее. О чем говорите? Какой правде и справедливости? Никто воевать не будет. Бежали храбрые грузины. Выстрелит пушка и побегут все, как хохлы, как через горы, через... Может в Волыне Галичана местная может и будет воевать. Там да. Там есть Галиция, что сейчас захватила власть. Захватили галичане одесситы, а именно галичанская вот эта вот вся вот с бывшими пасторами и прочее все остальное захватили власть. Они диктуют ее сейчас так, как им диктуют и те, кто дают деньги. И все. Давайте мы будем с вами совершенными прагматиками. Вы думаете, что кто-то из них сидит и думает сейчас о благе своего народа? Да у нас никто не думает о благе своего народа. Имея Газпромы, нефтегазы и все остальное. Кто? Покажите пальцем, кто вот у нас не спит, не ест и думает о благе своего народа. Да их включишь по телевизору, смотреть на их рожи невозможно. Утром можно перебросить, а когда они везут горло и капот не везут. Да, я говорю, виноват и готов кайс принять и в тюрьму. Но желательно в июле и желательно в Крыму. Это вот вся правда. Какая? Мы входим, у нас сейчас идет нормальный естественный процесс. Мы входим в сообщество мировой буржуазии, где поделено все. Какие там правда, какое милосердие, какая война, какие сироты. А кто об этом говорить будет? В Ираке от гуманитарной помощи американской, от того, что они там устроили, миллион человек умер. Кто-то плачет об этом. Сироты, инвалидов поумирало. В Украине 10 тысяч там. Кто-то вообще вспоминает об этом. Никому это не нужно. Это все, это мы плавно с вами входим в пропаганду американскую, не знаю, еще какую-то, и начинаем ей подпевать. Это неправда. Никто никогда не будет заниматься нашими интересами. Только мы сами. Никто не будет волноваться. Сейчас в Венесуэлу все лезут, в спасение венесуэльского народа. Понимаете? Вот там плачет девочка на центральной площади, и Трамп решил ее спасти. И утереть ей слезы на лице. Но почему-то в соседнюю Колумбию где нет нефти. Или в Боготу например он не лезет. Почему-то он не лезет в Бразилию, там нищих еще больше, чем в Венесуэле. И не вытирает им слезы. А тут блин, во имя Иисуса Христа и матушки при святой демократии надо устроить резню в Венесуэле. Причем устроить ее со всех сторон. И внутри, и снаружи. Дать, признать какого-то президента, дать им денег. Это же ради любви все делается. Вот представьте себе, что завтра в вашу семью доходит сосед и предлагает вашей жене кучу денег ради любви. И скажет, что вы вот не совсем демократичны. И не знаю, цвет кожи у вас не такой. И вообще еще что-то там в детстве вы глубее стреляли. И плюнули в родную колыбель. И на этом основании вас надо отравить. Или вам устроить войну. вопрос простой. Давайте опять не будем к морали возвращаться. Давайте мы будем думать о том, кто все купит, кто будет стричь с этого бабосы, когда это все закончится. И кому будут принадлежать земля, нефтяные компании, леса, богатство. Народу будет принадлежать знаете, что телевизионная хрень. Вот что останется в богатстве народу. Украинскому или российскому. А правда на самом деле будет тот, кто придет владеть имуществом. Вот сейчас Ливию разделили на 4 части и нефть качают тихонечко оттуда бесплатно. Все ради народа Ливии, ради спасения народа Ливии вот этому надо понимать. Вот поэтому мы должны с вами сейчас, когда мы говорим Россия развязала войну, мы должны говорить о другом. Мы должны говорить, кто будет качать деньги с Украины. Вот первый наш вопрос должен быть. Кто будет драть Украину на ближайшее столетие, что будет с нее, выплачивать эти кредиты, которые понабрали неизвестно сколько и прочее. Вот о чем должен быть разговор. А не о том, что кто развязал войну. никто не развязал войну. Это нормальная политическая ситуация. Она произошла так, как она произошла. А о том, что замывание о том, что теперь нас не будет любить украинский народ, ну пусть не любит. Ну пусть не любит. Завтра одни не любили. Гитлер нас страшно не любил, давайте поплачем об этом. Румыны не любили, поляки не любили, ну давайте мы об этом поплачем. А вы знаете китайцы может вообще нас всех ненавидят вместе с Украиной. И с поляками, и с европейцами. Просто жутко ненавидят нас. Ну давайте об этом еще поплачем. В чем правда-то здесь? Какую правду здесь мы можем искать? Нет здесь этой правды. Вопрос в одном. Кому достанутся деньги, кому достанутся вот эти ресурсы, эти земли, это богатство, вот кому достанется. Россия никакую войну не развязывала. Она воспользовалась моментом, я уже еще раз говорю. То, что произошло, оно должно было так произойти. Если бы завтра в Белгородской области началась заварушка и революция, вышли бы туда бы украинцы там бы сидели. В Чечне наемников, хохлов было больше, чем арабов из Саудовской Аравии, которые стреляли снайператам и прочим все. Какого хрена они полезли на Капказ вообще? Там что была? Великая Украина. Я вам вообще просто говорю, что все люди одинаковые. Жадность, подлость. Какая там разговор о справедливости, о любви и демократии? Где? Покажите мне это. Где? Вот эти, которые главный пример демократии. Это три министра иностранных дел, которые Януковичу пообещали сохранение его власти. Вот. Вот это самый главный пример. Поэтому разговоры о том, что там в Украине бежали храбрые грузины. Пушка завтра выстрелит и все побегут. И будет все нашей крови и потирать будут руки тех, кто миллиарды на этом заработает за океаном. Вот правда. Все остальное можно просто не говорить. Я просто честно скажу не вижу логики. Тут же говорите интересы правильно. Я поддерживаю вас целиком, что Путин эту войну развязал не заради любви к народу Донбасса или Крыма, потому что они там сейчас приватизируют все эти самые как они переделы собственности. Все нормально процесс. Они так а что тут нормального? Мы до чего впрягаемся? Мы до чего? Ради своих интересов. Да ради каких интересов? Я говорю я смотрю все повесили эти самые вот эти вот ленточки опять ленточки да давайте забыли прохуя но мы до чего? Тебе-то что? Вот я эту самую старуху спрашиваю тебе-то что этот Крым? Вот он думает это самое Крыме понимаете ли? И вот они думают это Крым тебе-то что за этого Крыма? Только затраты ты ничего не получишь пенсию у тебя украли считай украли у многих пенсию пенсионный возраст он обещал говорил Путин что при моем президентстве не будет повышен этот при моем президентстве никаких пересмотров границ Украиной это все провокация это говорил Путин и тут же он говорит совсем другое да вы правы это не из любви к украинскому народу это все действительно как вы говорите бабло да и они это бабло а мы до чего впрягаемся чего едут эти наемники отсюда извините меня защищать русских они едут они защищать русских едут а русские там погибают и русские между прочим воюют тоже и в украинской армии еще лучше воюют и они являются героями Украины половина русских ну так много там русских и они воюют против этой путинской армады ну так что чего чего нам то нам то чего нам извините Галапузом между собой делиться тем более нам в Сибири никогда мы не делились всегда мы были жили мирно а сейчас мы тут ой великие там имперские эти самые вот мы должны помочь народу Донбасса ю-мою смех ну извините давайте все я думаю пора завершать эту тему если можно я скажу свое мнение значит мы начали с выборов я бы хотел к ним еще раз обратиться сейчас эта ситуация на Украине происходит с выборами там кого выберут вот мое личное мнение личное мое мнение значит кого там выберут вот мне лично все абсолютно все равно значит настрой на Украине как мы видим по словам Сергея очень такой скажем так не располагающий к тому чтобы в ближайшей перспективе как-то вот эта вся ситуация нормализовалась просто так поэтому выборы ни к чему хорошему не приведут то есть там нету никаких планов остановить кровопролитие там нету ничего там есть планы только вот врубиться в какую-то финансовую систему сохранить свои деньги как батюшка сказал и так далее вот сейчас мне кажется вот самое бы лучшее действие которое могла бы произвести российская власть по отношению к этим выборам на Украине это сделать так вот там в наглую просто вот и уже однозначно выкидывают наших наблюдателей очередной плевок надо эти выборы не признавать все надо прекращать эту болтовню бесполезную значит надо прекращать вообще отношения с этой нацистской страной которая не народ нацистский а страна политическое руководство там нацистское надо прекращать с этим руководством всякие отношения с Порошенко с Тимошенко с Зеленовским там или с Зеленкевич с хоть с кем надо прекращать все надо как это же евреи ск pianстиста пошло надо как американцы делают в отношение к Венесуэле делать альтернативное правительство, сажать его в Донбассе и признавать это правительство и работать с ним по отношению к Украине и вот вся Украина постепенно, сначала вот эта русская часть все равно подтянется туда а потом уже и нормальная Украина которая еще осталась, выкинет нафиг этих нацистов со своей территории и будет нормальное отношение надо вот с этой страной, надо вот так вести отношения, не брать себе никаких земель украинских, не надо Крым это русский Крым, в народ Крыма вернулся, все, надо когда-то хохол этот Хрущев отсоединил какими-то безобразными методами Крым, вернули себе Крым успокоились, а вот мое мнение такое. Давайте я вот последним был, я начал говорить, последний закончил закончил, дело в том, что ничего этого не будет, почему? Потому что нужно пока украинская труба это мое мнение. Да, вы правы, нет, твоя идея, ваше право но вы будете решать те люди которые получают доходы в продаже газа, ну да, вот вы опять сейчас начнете мне про сирот донбасских там рассказывать никто, никогда, никакой кровавый буржуин не остановится перед слезами детей, никогда потому что решать вопросы будет все равно тот, кто продает и покупает газ а он нужен Австрии, этот газ там, они его покупают за счет него делают более-менее стабильной жизнеспособной свою экономику а с этой стороны нам нужны деньги потому что для существования страны необходимы финансовые эти вливания все вот эти санкции предназначены только для того, чтобы сдержать развитие потому что худо-бедно, мы смеемся, плачем там, еще что-то у нас почему-то привыкли все сравниваться с Соединенными Штатами Америки А нафига? Соединенные Штаты Америки это очень большая государь, 330 миллионов населения куда нам туда, три раза больше, чем у нас находится в прекраснейшей климатической зоне то есть самые северные штаты находятся в Сочи на уровне Сочи находятся, самые северные штаты находятся на уровне Сочи зачем нам сравниваться с Японией и США? мы шестая экономика мира шестая и седьмая экономика мира это достаточно ну да, у нас когда-то были амбиции, был Советский Союз но теперь пора немножко схлопнуться достаточно того, что есть слава Богу за то, что есть поэтому то, что произошло с Украиной это естественный, нормальный, естественный процесс вот мы никогда не удивляемся тому что делают Соединенные Штаты Америки вот давайте, вот посмотрите, мы беспрерывно можем говорить про атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму хотя это не надо было делать совершенно Сталин уже разгромил Квантунскую армию Токио за неделю до этого сгорело Токио, в котором сгорело 300 тысяч человек живьем уже все было полное капитуляция зачем кидать было атомный бомб? полная тишина никто же не проклинает американцев за международные преступления такие а дальше, если мы возьмем там вообще-то, Гранада, Корея, Вьетнам теперь современные Сирии, Ираки, Ливии и прочее еще теперь Венесуэла, они везде защищают свои интересы почему мы не имеем права защищать свои интересы? когда американцы заявляют, что это их интересы делают параллельное правительство это нельзя, а когда Янукович просит нас ввести войска в Украину и мы на совершенно законных основаниях возвращаем себе то, что принадлежало когда-то царской империи то это почему-то нельзя делать они же, посмотрите, американцы что делают? они возвращают себе свои колонии то есть, ну, Евросоюз возвращает себе свои колонии Ливия, французская колония Сирия, французская колония итальянская да, итальянская колония да, они берут, да, да они их теперь уже не берут политически, потому что будут восстания они их экономически себе возвращают, доят их вы видите, свои бывшие колонии представляете, какие преступления совершаются какое-то международное право и здесь тоже самое у нас, я же говорю, выбор такой либо мы тихо ляжем и умрем нас растопчут вокруг вот эти вот американские слоны либо мы защищаем свои интересы, как умеем ну ладно, туповатые мы, неграмотные такие не умеем так, как делать, как Сталин но мы должны защищать свои интересы правда, вот согласны вы со мной? мы как-то хоть должны уметь защищать свои интересы да, вот как мы их умеем, вот мы так их защищаем на Украине а там все произошло естественным способом пророссийское правительство свергнуто было противозакону причем, ну понимаете как, все-таки жест Януковича не проносить да, ну и не будем говорить, но смотрите привело к революции то, что Янукович отказался подписать хартию европейскую, по которой Украина получает 2 месяца в году без пошлиной торговли а 12 месяцев вообще ничего продавать не имеет права вот, и он отказался подписать и сразу начался бомб в Киеве после этого то есть что буржуи проамериканские свергли буржуев пророссийских ну да естественно мы имеем полное право действовать так же как они правда? в интересах своих буржуев почему мы не имеем если американцы имеют печенюшки ходить раздавать там ты смотри спасительница украинского народа блин ну вон кормить хохлов вот этими ватрушками да и позор какой представитель ну украина украинцы кормили пол Европы хлебом а тут ходит ну вон ватрушки раздает на Майдане о чем тут может быть разговор поэтому они умеют как хотят свои буржуйские американские интересы защищать а мы как умеем защищаем свои Сергей скажите что напоследок пусть будет ваше завершающее слово я даже не против да господи что тут говорить все как говорится остаются при своем опять вот эти печенюшки и прочее я же говорю правильно вы сказали что здесь дело вот опять мы должны туда вот свои интересы да там и были интересы Российской Федерации и все и огромный бизнес был и вертолеты делали двигатели для вертолетов это высоковольтное оборудование шло с Украины огромные экономические связи все теперь порушено кто кто порушил кто порушил а тот кто войну в Украине в Украине естественно вот давайте порваемся наконец путина чтобы такие вот эти две недели надо и будет все в крови по колену какую там войну кто объявлял кому я помню как это знаете есть у нас дурной дурной депутат Принцевич или как его поскакал кричал объявите нам войну объявите нам войну объявите нам войну никто ее не объявит почему потому что это не интересы денег буржуи представьте война завтра газопровод не будет работать в Австрию не пойдет газ и прочее никто пока надо торговать газом пока надо это все никакой войны не будет будет вот такой вяло текущий издевающийся вот это вот кровопролитие в итоге в итоге Российская Федерация просто перестанет существовать если так уже две тысячи лет об этом говорят ну начиная с Чингисхана я боюсь что поверьте ничего не будет Россия многое пережила но Путин Гитлеров пережила Сталина пережила этих Иванов Грозных которые так оставили после себя большую страну но с пустой экономик Петр Первый что только учинил ничего все вы знаете вот не знаю кровь то ли еще чего русский мужик все на своих костях вывозит все вот эту правду а где он русский мужик русских мужиков уже становится все меньше и меньше в 12 это при Иване Грозном 6 миллионов населения было в стране и вывезли а теперь их и Сибирь и сейчас а Сибирь кто освоил вместе с украинцами не освоил да сейчас кстати тоже несомненно несомненно что все это один народ я опять вернемся потому что это один народ да но только вот не надо искать в этом народе самым причины виноваты я вам еще раз говорю здесь виноваты европейские американские деньги которые вкладываются в это чтобы устраивать вот такие заморожки просто это потрачены деньги они откровенно говорят 5 миллиардов долларов вложено для того чтобы этим объяснить этим что они не один народ пусть Сергей не говорит просто я встречался с теми самыми с теми самыми я рассказывал и с Женей по-моему не помню вам рассказывал с бизнесменами как раз с украинскими в эмиратах мы встречались и вот они рассказывали что там творил тот же самый как пророссийский этот Янукович он говорит приходит и говорит перепишешь свой бизнес запросто он вообще конкретно он бандит он конкретный бандит конечно конечно ну и что естественно у любого у любого народа если так править он говорит у меня он говорит взял его и просто выдув почему это все не произошло при Кучме вот в Балтии находился огромный молочноконсервный комбинат приехала его дочка Кучмы и на следующий день все на нее переписали это был хороший президент Кучма тоже так же действовал просто понимаете когда вошли америкосы уже конкретно когда они почувствовали что они туда входят как нож масло они начали качать свои права и интересы и тогда получилось что буржуи российские деньги получать не было больше оттуда и все и решили как говорится а это а это не нормально а что в этом нормально нет тогда надо американцы подождите тогда надо сейчас нам всем объединиться и объявить объявить войну Соединенным Штатам Америки всем а почему а что бросить куда бросить тем более в Сибири смотрите мы можем то что Советский Союз это агнец божий по сравнению с тем что за прошедшие 20 лет сколько в мире крови пролили американцы ради чего ради своей идеологии почему же мы должны им позволять тогда делать то что они хотят что это за правда такая я например считаю что нет не должны позволять должны защищать свои интересы насколько нам на это хватает ума и энергии насколько хватает и сколько мы еще будем убивать друг друга заради чего а подачеток давайте тогда застрелимся просто купим завтра пойдем с вами мыло веревку и задушимся или пистолет ну чтобы американцам хорошо было жить вот давайте мы тогда будем с вами перевернем весь наш разговор вот в том что мы сказали последнюю фразу что вы готовы защищать деньги американские на украинской территории не ну подождите вы же только что это сказали ну чтобы они не убивать друг друга а ради американских денег не ну мы же к этому пришли реально не подождите вы согласны со мной что деньги все это управляют этим или все таки мораль опять начнется что это ради высокого понимаете это вот пришли американские ангелы отогнать русских свиней от несчастного страдающего бесплатно то есть бесплатно и трамп сегодня ночью молится за Украину в часовне в этом в белом доме всю ночь на коллина припадая и всю ночь молится там стоит за украинский народ и так его это беспокоит в кровавом поту понимаете к утру с него начинает капать кровавый пот на камень и бысть капля крови его как капля пота как капля крови каплющая на землю это знаете нет ну хорошо или итальянские министры или немецкие министры ну вот вам смешно а это ведь реально ну как нет нереально а в чем же реально а нигде они свои считают в мешках из своего работал я как то а в чем тут нет ну идея главное что эти буржуи лучше тех буржуи а почему а потому что те буржуи богаче все понятно а дальше еще простой сколько лет был мир и спокойствие ну почему-то до Януковича выкрали этот газ прекрасно производили вертолеты самолеты и что-то не лезли совместно да ни в Крым не лезли ни в Донбасс не что-то было все мирно и тихо и спокойно а что такое случилось отдали ядерное оружие российской федерации это американцы это даже к нам вообще разговоры это американское условие конечно это было американское условие но отдавали американцы а мы это американское условие сыграли под дудку и все вы это кто Сергей кто это Украина кто Горбачук все это Кравчук и тот самый как его был уже после Рейгана который стал президентом Буш старший вот и все это к ним вопросы мы все равно какую-то точку зрения сформировали если мы давайте к выборам в точку зрения украины я считаю что выбор Порошенко я сказал мне все равно кто там да даже если пора прекращать даже если случится чудо и Порошенко все таки не выиграет политика Украины не изменится это я знаю абсолютно точно и мы все знаем это мы все знаем но придет все таки Порошенко потому что это может быть это несомненно да вполне мне бы хотелось конечно чтобы пришли там здесь это второго эшелона люди вот типа вот этого Корчука который поддерживает такую знаете вот эту да это значит да нет что мне бросать это ведь это мои мысли просто вы можете свои меня свои я к тому что мне бы хотелось чтобы пришли такие силы которые были действительно бы за украинский народ которые бы интересовали не американские деньги которые да которые бы не должны были бы бабла ни российским буржуям ни американским а которые занимались бы чисто интересами украинского народа а вот эта вся троица которая сейчас пляшет на вершине пирамиды это сателлиты это миньоны которые продались иностранным шпионам вот и тут никакого вопроса другого нет они защищают интересы не своего народа а то что им плохо и хреново это просто такая ситуация у них сейчас тяжелая это естественно сейчас всем тяжело кому сейчас легко а нам надо я же говорю вопрос простой если мы сдаем все свои интересы нам надо пойти пиздолет купить и застрелиться потому что они нас давят и давят нас активно со всех сторон там базами окружают и прочее все остальное кругом да не мы а они нас давят поэтому как умеют все отбирают сами отдадим увы к сожалению все сами отдадим тоже возможно вполне потому что знаете как смотрите мы не знаем кто там стоит да что там за этим мне кажется буржуи стоят которым хотят через японскую вылезти через японские деньги и продать интересы России да да я например так думаю просто они решают опять же решают свои интересы прикольно тоже тут Крым за Крым горло перегрызли а тут Крыльевские острова как будто и не надо такое стратегическое значение да как будто и не нужно ничего а здесь а мы до чего прыгаемся мы опять с вами решили вы меня только что убеждали что наши свиньи хуже чем американские я вам с самого начала говорю два часа что решают только буржуи они собрались раскинули на столе доллары и посчитали и они решают и Украина продалась американским интересам причем стала американской любовницей была московской любовницей 300 лет а тут стала украинской причем с московской сжилась и уже была родной семьей стала детей растила а здесь все надежда что изнасилуют с любовью понимаешь глубоко понятно что в очередной раз изнасилуют а воруют и изнасилуют но где-то в глубине украинской души живет надежда что на этот раз изнасилуют с любовью вот это все вот этот разговор что изнасилуют с любовью нет насиловать будут как обычно все другого варианта не будет это чисто бабосы никакие там политики ничего я еще раз да вот сел Газпром сколько мы миллиардов с Украины стрижем вот сели австрийские магнаты сколько мы стрижем с Украины сели америкосы америкосы вообще хорошо если газ перестанет идти они будут продаваться вот это решает только сидит вот буржуй и думает так вот если я сейчас ломаю здесь хребет так кидаю сюда 5 миллиардов на пропаганду то я сколько здесь получил так сколько миллиардов кубометров газа опа 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 так на 100 миллиардов долларов то почему не потратить 5 ну ведь правда же правда уже понятно уже на 10 раз я согласен так вы же сами сошли с другой у тыла и мне начали ту же песню петь только в прошлом он тоже повторялся ну а я я не могу назад поэтому чего хотите давайте прекращать если вдруг твои же слова строй стороны а ты какой же тут о чем тут правда поэтому я по выборам Лизюмо сказал мне все равно кто там победит надо безобразие прекращать а мне бы хотелось чтобы пришел человек в власти который будет заниматься Украиной все политика Украины не изменится хочется чтобы Порошенко Порошенко придет к власти и все продолжим войну а как в смысле а выбора нет а выбора нет к сожалению все понятно наемники идут это все кто то все кормится с этого позиции понятно это это все понятно уже это все не но все что это я не Продолжение следует...